Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что, ребята, вторая часть посылочки, которую мне прислали с ДЭКом. Давайте смотреть следующие аппараты и будем пробовать их запускать. Я уже сегодня вооружился повербанком, потому что мой лабораторник, я, короче, говоря честно, дурканул. Я не посмотрел, что этот товар будет идти из Китая. Я заказывал на Озоне, говорил, что он придет к Старому Новому Году, но сегодня я посмотрел и просто был в шоке. Если он придет 28 января, то это будет очень хорошо. Срок доставки с 28 по 30 число. Поэтому пока без лабораторника. Пока у меня есть повербанк. Взял повербанк, взял кабель. Ну и сейчас будем с вами смотреть. Купил специально двухметровый кабель, чтобы его хватало. Ну, давайте смотреть, что у нас получится. Так, отодвигаем в сторону коробку. Коробку в сторону, хорошо сказал. Так. Что у нас здесь написано? Fly FS44, нет АКБ. Тарарарарам. Давайте смотреть, потом буду подыскивать что-то подходящее за АКБ, чтобы запустить данные с телефона. Чтобы не затягивать процесс. Так, убираем в сторону. Вот такой флайчик. Дисплей побитый, напоминает чем-то мне Lenovo. Кто со мной согласен, пишите в комментах. Очень прикольный цвет такой, бирюзовый. Так, откладываю, будем потом искать АКБ. Дальше. У нас Nokia 101. Не знаю, рабочий или нет. Так. Так, тут у нас нет защитного стекла. Ну, пробуем запускать. Было, что аккумуляторы есть. Также мне подарили сим-карту. Смотрите, от Тинькофф. Ну, как-нибудь. Обалденная карта. Так, пробуем. Ух ты, включился. Ставьте сим-карту демо. Смотрите, ребята, он рабочий. Прикиньте, с первого раза и первый раз рабочий. Корпуса у меня, кстати, есть на эти телефоны. Надо будет посмотреть. Ну, а почему вставьте сим-карту, он ее не видит. Вот это, конечно, вопрос другой. Скорее всего, отошел корпус. Или окислились вот эти вот контакты. Скорее всего, просто карточка не достает до пинов. Почему-то мне так кажется. Кто-то мне писал, зачем вы делаете таким варварским методом. Никакого варварского метода нет. Пробуем. Зато в арсенале есть. Да, вон корпус разбирали. И не до конца его защелкнули. Так, сейчас пробуем. Если нет, тогда заново буду разбирать корпуса и переставлять. Пробуем. Да, скорее всего, пины не достают. Карточка есть. Обалденно. Убираем в сторону. Погнали дальше. Что у нас здесь? Meizu. По-моему, 6C. Я в этих Meizu-Schmeizu не понимаю. Смотрите, вот такая модель. Если кто понимает, пишите мне в комментах. Кнопка включения вообще мертвая. Скорее всего, его разбирали. Так, сейчас будем пробовать. Родная ли материнка. Да, материнка вроде живая. Оп, я отключился. Видели? А, ну, еще раз. Включается и выключается диод. Не пойму, в чем проблема. О, ребят, он что-то пытается даже запуститься. А, ну. Meizu. Даже пытался запуститься, ребят, прикиньте. Ну, какой-то у него глюк. Не знаю, что с ним. Ну, вот как-то так. Дальше. Два. Nefos ATP 7031 AKB у них на месте. Так, вот такие вот. Первый раз вижу такие модели. Дальше. Это у нас что? С какого-то телефона. Похоже, как Nokia вроде. Как Stonema. И вот такие телефоны. Ребят, кто знает такие телефоны Nefos, напишите мне в комментах. TP-Link. Не знаю, что это за агрегаты. Везде битые стекла. Скорее всего, на них что-то найти. Это No possible невозможно. Ну, будем смотреть. Короче, китайский сброд. Так, пробуем. Что мы видим? А ничего мы не видим. Не загорается. Или аккумулятору вилки-тапки. Как говорит Игорь Гоплык. Ну, буду пробовать потом Nokia с кем стартануть. Но пока никаких прогнозов дать не могу. Пробуем еще один. Да. Скорее всего, мертвятские аккумуляторы. А там Бог его знает. Телефоны не включаются. Сейчас попробую взять аккумулятор и попробовать толкнуть от аккумулятора. Но от блока питания не хочет. Даже нигде не загорается и не пытается включиться. Так, как он открывается. Тут, смотри, угол выломан. Поэтому крышку не жалко. Задняя крышка, по-моему, снимается. Вот такой вот аккумулятор. Так, распиновка. Плюс у нас крайний. Этот минус. Так, этот у нас плюс. Этот у нас минус. Где кнопка включения? Внизу. Пробуем. Чпок. Ну и пробуем включить. А в ответ вибромотор молчит. Не хочет. Тут два варианта. Или полностью материнка мёртвая. Или ещё какая-то проблема. Поэтому, скорее всего, он и не заряжается. Так. Весёлый у меня подгончик. Веселые веселухи. Так, пробуем. Через обычную. Макевскую. Да, когда был бы лабораторник. Пихнул, пихнул. И всё работает. А тут... Не хочет. Почему не хочет? Ребятки, я не знаю. Да ё-моё, что-то у меня сегодня с этими аккумуляторами. Вообще беда, бедуся. Беда, беда, бедуся. Не хочет. Но ёмкость у аккумулятора нормальная. Так, ребят. Попал я на пины. Загорелся. Загорелась вот из всех телефонов надпись. NoFos, Nefos, Android. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Загрузится он или нет. Ждём. Так, что-то вырисовывается. На дисплей нажимаешь, он начинает белеть. Ну что, ребят, зажёгся. Ну а теперь попробовать бы его разблокировать. Тач побитый. Тач, по-моему, тут самый дешёвый. Видите, не могу его разблокировать. Ни фотоаппаратом, ничем. Штора вверху так же не съезжается. О! Неужели я разблокировал его? Обалдеть! Всё, ребят, отлично. Смотрите, я сделаю чуть-чуть потусклее. Смотрите, всё работает. Попробуем сейчас включить фотоаппарат. Камера. Мотор. Тупит, конечно, не по-детски. Тут, скорее всего, 512 мегабайт памяти. Потому что у них-то самые дешёвые модели были. Ух ты! Ребят, даже получилась фотография. Смотрите. Ха! Я же говорю, гляньте, тупит, как не по-детски. Это вообще завал. Да. МГ. Ну, что, получилось. Короче, считайте. Вот один какой-то нефос-мефос. Надо за него почитать в интернете. Не знаю, почему он не захотел включаться сразу. Ну, потом с 10-го раза он включился. Так. А это, скорее всего, трупяк. Ну, буду пробовать ещё с ним, поэкспериментировать. Там за липший контакт. Надо будет его вытянуть, посмотреть. Так. Ищем дальше. Что нам ещё прислали? Так. Смотрите, ребята. Есть вот такая Nokia. Задние крышки. Да. Скорее всего, с Nokia. Видите, я вам сказал, тут корпус был. Крышка с Nokia. Дальше. Станина с Nokia. Дальше. Кусок кабеля AUX. Следующий. Fly TS-110. Не знаю, что это за моделька. Так. Скотч цветной кончился. То есть, изолента началась белая. Разматываем. Ух ты, какой фуфлайчик. Интересно, рабочий он или нет. Делайте ставки, господа. Телефон вроде в таком нормальном состоянии. Но, могут быть подводные камни. В виде битого дисплея. Не включающиеся клавиши. Сейчас посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Пробуем. А в ответ тишина. Баба Лиза скушена. Так, дальше. Ну, что я вам и говорил. Подводные камни бывают везде. Других кнопок включения нет. И не может быть. Да. Обманчива природа, сказал ежик, слазя с кактуса. Так. Фуфлайчик труп. Сейчас мы еще перейдем к тому бирюзовому фуфлайчику. Так, дальше. Фуфлай Q4404 АКБ нет. Ну, будем пробовать. Подписывайтесь, ребят, на канал. Ставьте лайки. Заказал очень интересные телефоны на Авито. Первая моя покупка. Заказал там аккумуляторы. Нашел у одного дядечки. Ну, надо же как-то дальше двигаться. Потому что мне наш дружбан телефоны не шлет. Обиделся, как девочка. Ну, дай бог ему здоровья и процветания. Некоторые пишут, может, ему не хватает тяги толкнуть телефон. Да нет, ребята. Тут аккумуляторы оригинальные, хорошие. Но, как мы видим. Тут может быть, ну, может, распиновка нет. Я имею ввиду плюс-минус-минус-плюс. Но, если я сейчас переставлю и спалю, это будет, конечно, траляля, труляля. Ну, что, палим. Все равно подарили. Неа. Трупяк. Хотя, должен был включаться. Вроде не бит и целый дисплей. Аж удивительно и обидно, если честно. Дальше. Samsung M150. Не знаю, что такое за Samsung. Скорее всего, клавишник какой-то. Со вздутым АКБ. Так, вот такой вот. Сейчас где-то у меня АКБшечка была. Так что, будем смотреть. Не включается. Так, взял новую АКБ, которую присылал Андрей. с телефонов. Проверил на его телефоне. На его телефоне батарейка включается. Этот телефон мертвый. Да. Одни мертвые телефоны. Говорит, и мертвые с косами. Стоят. Так, дальше есть вот такой. ZTE. ZTE мое. Как говорится, ZTE, то EF. Аккумулятор не подойдет. Пес смердячий. Дальше. Здесь у нас остался еще телефон. Дальше еще Samsung. Дальше. Материнские платы. Вот такие вот. Блок питания. Это на что у нас? На Samsung, по-моему. Оно рабочее. Рабочие на D820, D800, D570. Отлично. Отлично. Спасибо. Так. Несколько крышек. Ну, давайте сейчас смотреть. Вот эти вот Samsung. Мы проверим Nokia. Так, Samsung. Ну, хоть ты включишься. Маленький, малюпусенький телефончик. E1070. Вот он включился. Ой, господи. Как комарик пропищал. Обожаю тебя. Отлично. Наскальные надписи сохранять надо. Ну, да. Полностью рабочие. Так, есть такая буква. Пишите, если надо будет, сделаю обзор на эти телефоны. Но они сильно не представляют, будем говорить, такой ценности. Обычная звонилка, дешевая в свое время. Меня интересуют телефоны, которые поинтереснее. Так, кто у нас? LG E455 АКБ на месте. Так, пробуем. Вот такой LG. Так, что у нас? Аккумулятор. Где у нас кнопка уключения? Вот это вот не уключается. Так, пробуем взять лабораторку. Лаборатор не говорю. Переносную зарядную станцию. Ничего на дисплее не появляется. Скорее всего, он разряжен в ноль. Ну, скорее всего, вот это выключение, я так понимаю. Вот это я не знаю, что за кнопка. Если кто гуру по телефонам знает, напишите мне, пожалуйста. Но не включается. Так, давайте. Сейчас мы его сдернем. Так, значит, надо выламывать. Да? Вламываем снизу. Так, плюс у нас по старинке стоит. С какой стороны самый первый плюс. Ну, пробуем. Так, плюс на плюс. Минус на минус. И ничего не происходит. Еще раз. Контрольную голову. Не, не хочет. Попробую, конечно, растянуть аккумулятор. Посмотреть. Вроде телефон так по себе нормальный, но не включается. Дальше. Нокия еще у нас осталась вот такая вот. Скорее всего, она паянная. Смотрю, перепаянная. Пробуем. Кнопки включились. Изображение на ин. Еще раз. Кнопки включились. Ага, что-то включилось. Но изображения нет. Понятно. Ну, и крайний фуфлайчик. Красивого цвета. Они, наверное, скорее всего, не крашены вроде. Хотя, смотрю, краска. Китайцы, что ли, умудрились накрасить. Так, надел нас кнопку включения. То сдернул быстро. И не глянул. Модель SFS454 Nimbus. Господи. По-моему, стоит пломба. Даже не вскрывался. Пробуем. Nimbus. Вау. Рекиньте, ребят. Под конец флай. Включился. Загрузка. Android. Вот эти были, конечно, в свое время, как Lenovo. Их штамповали тысячами, миллионами. Самая дешевая модель в Китае была. Они улетали, как семечки. Ну, а тут уже продавали в тридорогом. Так, привет, привет. На пиво нет. Тач не работает. Экстренных вызовов нет. Все разбито, все поломано. Все украдено до нас, шеф. Ну, он хоть включился. Ну, что, ребята. Вот такие телефоны мне прислали. Так что, кому нравится, не нравится, ставьте пальцы вверх. Пишите свои гневные, правдивые комментарии. Всегда ваш мистер Гудмобайл. Ждем новых обзоров. Совета придет в течение недели. Ну, я думаю, будет интересный телефон, если я до этого что-то не куплю. Или мне кто-то, ребята, не пришлет. Если кто-то хочет прислать, пишите в комментариях. Я напишу, хотите что-то купить, опять же, пишите в комментариях. Не надо мне писать в телегу, когда я в ней не сижу. Здесь я сижу в Ютьюбе постоянно, потому что это мой кусок хлеба. Телега денег не дает. Поэтому, если кто-то хочет купить, пишите. Игорь, я хочу купить такую-то. Только не пишите старые видео, которые 20-21 года. Этих телефонов нет. Начинаете с 23-го, которые вы видели, я могу продать. Тех телефонов нет. Они сгорели. Говорю еще раз. Не надо меня напрягать. Просто ты не хочешь нам продать, ты не хочешь отвечать. Как отвечать, если я вам говорю, те телефоны все сгорели, их нет. А мне пишите, продай мне телефон. Тебе что, впадло продать телефон? Ребят, ну вы адекватны или нет? Всем люби, всем мира, добра. Пока.